Сегодня мы поговорим о записи акустического рояля. Вообще рояль один из самых трудных для звукорежиссера инструментов. Прежде всего, это инструмент с динамическим диапазоном, который приближается к динамическому диапазону оркестра. Порядка 80 дБ динамический диапазон, то есть разница между самыми тихими звуками, которые он может извлекать, и самым торжественным форте, которое у него возможно. Кроме того, рояль – это инструмент с острой атакой. То есть характер извлечения звука при помощи удара молотка по струне дает максимальное разворачивание тембра роялю в момент атаки. Потом долгое затухание, во многом зависящее от того, используется ли педаль рояля или не используется. Это инструмент, у которого есть собственный ревербератор в виде правой педали. То есть если правая педаль нажата, все демпферы подняты, тогда звук длится очень долго. Если педаль не нажата, то звук прекращается гораздо раньше. Соответственно, в зависимости от того, как исполнитель педализирует свое исполнение, и гулкость звучания рояля будет разной. Кроме того, это инструмент, у которого есть собственный отражатель в виде крышки, который дает самое первое отражение от прямого излучения звука. Кроме того, это инструмент с очень сложной характеристикой излучения. Прежде всего, дека, расположенная вдоль инструмента, она колеблется вверх-вниз. Соответственно, одна часть излучения идет вверх и излучается по направлению крышки. Другая часть излучения идет вниз и отражается от пола. Кроме того, еще часть энергии звуковой, отражаясь от крышки, возвращается обратно к полу. И кроме того, характер излучения, как и у любого инструмента, во многом зависит от длин волн. Соответственно, самые высокие ноты, то есть самые короткие волны излучаются более плоско, более направленно. Самые низкие волны, самые длинные волны от самых низких звуков излучаются сферически, то есть во все стороны. Вот, наверное, те минимальные сведения, которые необходимы для того, чтобы понимать, насколько это вообще сложный инструмент для записи. Когда мы начинаем записывать рояль, рояль классический, рояль академический или просто акустический рояль, то есть рояль, который записан в акустическом поле, то первое решение, которое мы должны принять, это каким образом поставить инструмент в этом акустическом поле. Во многом именно постановка инструмента в акустическом поле влияет на его звучание. Что я имею в виду? Если рояль поставить близко к какой-то поверхности, очень близко к поверхности, то первые отражения будут наступать слишком рано и будут окрашивать акустическое поле, как бы сужая пространство, делая его более маленьким. Если же мы, наоборот, поставим инструмент очень далеко от каких-либо поверхностей, от любой стены помещения, то тогда, наоборот, может произойти другая вещь. Звук прямых сигналов отрывается от их первых отражений, помимо того, что могут стать слышны повторения, особенно на высоких частотах, на высоких звуках, помимо этого сам рояль теряет ощущение, сам звук рояля в записи теряет ощущение объемности и обрамленности этими первыми отражениями. И тогда очень сложно работать с планом и с акустическим балансом, то есть с соотношением прямых и отраженных сигналов в звучании этого рояля. Вот здесь, в этом зале, здесь ближайшие поверхности не очень далеко находятся, и поэтому я отодвигаю рояль от дальней стенки для того, чтобы не схлопывать помещение, кажущееся восприятие этого помещения, чтобы не было первых отражений, приходящих в одно время. А как известно, первое отражение, их характер и сила дает ощущение размера и формы помещения. Поэтому здесь он стоит посередине, примерно между боковыми поверхностями. Надо обратить внимание, что здесь нет ни одной параллельной боковой поверхности. Все поверхности разделены углами, что позволяет звуку лучше рассеиваться. И несколько дальше стоит от задней стены, именно для того, чтобы первые отражения не приходили в то же время, что от боковых стен, что дает более равномерное распределение первых отражений и, соответственно, более равномерное звучание, более нейтральный акустический ответ для акустических микрофонов. В некоторых залах необходимо, наоборот, поближе пододвинуть к какой-то поверхности для того, чтобы уплотнить звучание первыми отражениями. В некоторых залах приходится отодвигать. Это зависит от индивидуальных характеристик помещения и даже вплоть до того, какую музыку будет записывать исполнитель. Ну вот здесь примерно найдена такая точка, в которой рояль максимально нейтральный дает от звук в этом зале. Теперь следующий вопрос, один из самых важных. Каким образом поставить главную пару микрофонов на рояль? Как известно, в традиционной звукорежиссуре используются три плана микрофонов. Это главный план, ближние микрофоны и дальние микрофоны. По степени важности главный план. Это самое основное. Это микрофоны, которые отвечают за большинство характеристик звучания, за пространственное впечатление в какой-то степени, хотя они установлены в поле прямого сигнала рояля, где-то в области, где прямой сигнал и отражение взаимодействуют друг с другом. Я не могу сказать, что это точно в радиусе иголкости, потому что для разной музыки и для разной стилистики это может быть и ближе радиус иголкости и очень редко дальше, но в разной степени близости от радиуса иголкости и в самом радиусе иголкости. Но вот для рояля, наверное, главная пара микрофонов не должна стоять очень далеко, иначе большое количество отражений будут смешиваться с его прямым сигналом и окрашивать его тембр. Вторым по важности планом в традиционной звукозаписи является дальний план. Это микрофоны воздуха или микрофоны диффузного поля, которые устанавливаются как раз именно за радиусом иголкости в области равномерного диффузного поля, там, где прямого сигнала как раз минимальное количество, но зато отраженный сигнал богат и насыщен. Этот план используется для того, чтобы позволять регулировать пространственное впечатление звучания, для того, чтобы расширять отзвук от инструмента и создавать ощущения наиболее приближенные для слушателя к реальному звучанию в зале. Ведь если слушатель сидит и слушает акустический инструмент, то, как правило, прямой сигнал более узкий, а сигнал отраженный, обрамляющий его со всех сторон, более широкий. Именно поэтому для дальнего плана в 100% случаев используется широкая микрофонная система АВ, и там есть всякие особенности в ее постановке, которые позволяют избежать слишком близкого расположения к стенам, то есть подчеркивания первых отражений, слишком близкого расположения к потолку, подчеркивания первых отражений, и слишком низкого положения, подчеркивания первых отражений от пола. Поэтому они, как правило, ставятся в области наиболее равномерного диффузного поля, там, где прямого сигнала минимальное количество. Тогда мы сможем вот этот дальний план, звук с дальнего плана добавлять свободно к звучанию дальних микрофонов, тем самым позволяя регулировать пространственное впечатление этого звучания. И последний по важности план расстановки микрофонов – это ближние микрофоны. Микрофоны, которые позволяют подчеркивать тембр звучания, поскольку находятся в области именно только прямого излучения инструмента музыкального, помогают выявлению тембра и выявлению локализации, если это необходимо. При записи рояля я никогда не ставлю главный план микрофонов очень далеко. И, как правило, вот то расстояние, которое мы сейчас видим, оно для меня оптимальное вот в этом зале. Оно бывает дальше в других залах, но здесь, именно в этом зале, довольно густой отзвук. Большое количество первых отражений, они хорошо рассеиваются от ребристых поверхностей зала. Поэтому здесь, если отодвигаться дальше, то большое количество отраженных звуков может уже окрашивать тембр рояля. Поэтому здесь, именно в этом зале, я немного ближе ставлю главный план микрофонов, для того, чтобы все-таки в его звучании превалировал прямой звук. И, соответственно, расстоянием главных микрофонов от рояля или до рояля можно регулировать количество и соотношение прямого и отраженного звука этого инструмента. Но возникает вот какая проблема, вот какой вопрос. Ведь ближние микрофоны, расположенные в ближнем поле рояля, в области прямого звука, они находятся на таком расстоянии от главной пары, на котором может очень нехорошую роль сыграть акустическая задержка. То есть расстояние между ближним и главным микрофоном может давать фазовую задержку, которая иначе называется гребенчатым фильтром. И тогда при добавлении индивидуальных микрофонов в общую картину тембр инструмента может, наоборот, даже портиться, вместо того, чтобы он выявлялся. В таком случае, если вообще есть необходимость использовать ближние микрофоны, а сегодня у нас такая музыка, что у нас есть необходимость использовать ближние микрофоны, в таком случае можно использовать компенсацию акустической задержки. Продолжение следует...